всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня ответим на вопросы и размышления человека который мне написал он ждал очень долго вы видите дату 12 июня сегодня у нас 16 июля месяц пришлось меня подождать я обещал ответить и отвечу человеку давайте я один раз все-таки прочитаю целиком его ролик возможно получится длинный он очень много написал и поэтому я буду очень долго отвечать тем более кратко я это делать не умею ролик будет не без интересные сразу предупреждаю а следующий будет еще интереснее будет очень щепетильная тема рассмотрена давайте почитаем писал мне в vk скорее всего имя фамилия вымышлены может быть нет это я могу только гадать на фотографии аватарка но я думаю через пять минут вы поймете через пять секунд вы поймете почему я естественно все данные человека скрыл даже если это вымышленное имя и фамилия даже если там вымышленная аватарка и как видите замуливал и хоть я действительно так скажем уважаю и стараюсь хранить тайну личной переписки да но вы не раз замечали что я даже без всякого разрешения читаю свою личную переписку но я это делаю как видите я считаю правильно корректно да то есть я скрываю абсолютно все личные данные человека это могла быть просто притча я мог просто записать проповедь да или там не читая вам текст пытаясь сразу не ответить или просто ответить человеку лично но если я вижу вопросе наши личные переписки в каких-то текстах чек не только за это вопрос а высказывать свои мысли вижу какой-то большой потенциал раскрытия какой-либо темы и плюс это живой человек все равно пусть хоть и скрытый это реальность это не мои фантазии это не притча это реальность а нет ничего лучшего много раз от меня слышали по заповеди иисуса творить и научить чем личный пример или личная история какого-то человека личное свидетельство и вот личная переписка она лишь доказывает то что это имеет место быть хотя кто разумел истину тот понимать что в мире возможно все что приходит мне в голову абсолютно все любая мысль имеет материю поэтому все что мне сбрил может сбрести в голову этом это имеет место уже быть бытие причем не только в невидим мире но и видимом вот поэтому я надеюсь никто не обижается и пишет мне не боясь потому что конечно если я если это как никому не принесет никому пользу кроме там нашего личного общения я конечно такие вещи даже не зачитываю да я же общаюсь со многими лично вот но я и вот и делаю такие вещи но никто никогда не узнает кто это человек даже если мы когда-нибудь вы увидите нас вместе может быть на одном экране ли вообще в реальности вы никогда не узнаете что это был этот человек поэтому я могу поэтому я зачитываю эти сообщения эти мысли я и критикую и могу прямо так скажем обличать человека если он покаяться никто не узнает что это он был да вот искать наоборот творит добрые дела то тут уж я наоборот никто что потом кто-то узнает а стараюсь сразу показать светлых людей вот но тут сейчас дело в том что я скрыл данный человек и даже дело не в том что он темный или светлый а вот так скажем третья причина ну потому что у каждого каждый имеет право и на частную жизнь и человек обратился как бы ко мне в личной переписке все равно и тема достаточно щепетильная в обществе да немного глупых людей неразумных и человеку может просто такая открытость принести много боли и страданий естественная из любви к людям в частности к этому человеку хоть его и сам впервые так скажем читаю естественно не хочу ему причинять никаких страданий которые бы отменяющие сходили вот ну а к так как сообщение очень было глубоко большое мне просто тоже отчасти жалко своей труды мне очень несмотря на мою небольшую популярность вы знаете в интернете все равно мне достаточно часто пишут ну чаще чем любому обычному человеку да все таки я проповедую учу да и личным примером жизни на слове и слове люди ко мне обращаются конечно же я очень часто многим говорю одно и то же и вы сами понимаете что и я надеюсь что те чьи сообщения когда-либо зачитывал или буду зачитывать ведь меня длинные предисловия но кто любит моя речь тут будет слушать а кто нет ему и короткая не зайдет что те кто вы ко мне обращаетесь если вы тоже любите людей или хотя бы стремитесь к этому ну или вы еще об этом не знаете да когда писали мне вот что это ваша сущность то уж будьте любезны не на меня не ропщите потому что это может принести еще кому-то благо и я пользуюсь этими живыми настоящими такими вот реальными событиями в частности перепиской имеющий место уже в бытие для того чтобы кто-то еще получил пользу и назидание и и у меня набирается от этого контент контент в том плане не опять не ради контента да а ради того что уже в будущем если у кого-то подобные вопросы что-то возникает я делюсь своими роликами не тоже не потому что потом отписаться от человека нет кто знает я с любовью и терпением особенно к человеку который ко мне впервые обращается я всегда с распростертыми объятиями да а там уже деревца сужу по плоду вот и поэтому я надеюсь что в этот раз тоже ни у кого не будет бывает первый раз я также поделюсь потому спокойно с человеком общаем дальше переписываем я надеюсь ни у кого нет переживаний что там наш какая тайная переписка откроется она откроется только при условии евро либо анонимности либо не знаю чего либо добровольного уже вот желание так ведь многие выходят на контакт по skype открывая свои лица и имена и фамилии место жительства да вот но это так скажем уже добровольно вот хотя я принципе просто вы знаете невозможно обо всем предупредить вот у меня и так видите у меня одни предисловие к роликам только по 10 минут я и периодически говорю слушать ну когда мне пишите будьте готовы да кто в первый раз особенность кто-то с наездами ну или даже просто вот что я действительно могу вот по роду своей деятельности воспользоваться наши там переписка общением вот поэтому иногда я записываю аудио звонки видео звонки вот но я говорю моя цель из любви к людям не кому-то причинить боль а наоборот всех сделать счастливым и тех кто ко мне обращается и тех кто меня слушает нас потом можно сказать слушает если кто-то тоже совместно готов открыть себя для проповеди ну так что так вот такой вот мое предисловие не знаю как то само льется я вы знаете за что люблю youtube и эту деятельность в частности свою такую вот ютубную за то что может быть таким каким ты есть мне хочется поговорить рассказать неважно какую тему ты пишешь ролик вот не просто хочется так говорить я говорю я не не планирую особо никогда проповеди там записи какие-то редко места по писанию помню конечно там что-то мог подготовиться материал там и технически его разместить как на странице все это там ссылочки пересылочки то вот на том канале на котором сейчас смотрите это ролик христолюб или голоса пьющего в пустыне проповеди пищу в пустыне вегана я всегда говорю просто в свободе слова так что давайте приступим к чтению я буду называть не по имени а человек человек пишет мне добрый день можно ли проконсультироваться с вами по вопросам веры по поводу вы и ты так опять лишний раз обмолюсь обращайтесь ко мне пожалуйста на ты если у вас ко мне особенно какие-то теплые чувства даже пусть от первого вида вот это все выканье она отдаляет людей когда вы человеку выкнули вы сразу дали ему понять ты мне далекий вот может я вам правда далекий но если вы наоборот хотите ко мне кто будет писать может в будущем этот ролик кто хочет мне написать и подчеркнуть какое-то теплое ко мне чувство то лучше обращаться ко мне сразу на ты мне это не то что коробит как некоторых мне наоборот это сразу располагает во первых я понимаю о духовном уровне человека потому что это вы это все мирское все от дьявола все отдаляет людей друг от друга люди когда молятся религиозники сам почему-то с богом на ты тычет богу прости подай ниже не говорят богу подойти простите ваше великодушное высоко превысоко небожительство да вот это то же самое уж мы-то люди все дети божьи его творения тем более вы своим братьям сестрам родные вы к этим не поэтому обращение на ты это самое настоящее уважительное доброе отношение вот это вы к не придумали все все людей разъединять нечто вы это нечто так что-то от меня такое далекое вы не маме не папе не выкаете поэтому как сказать человеку ты ты сразу показал что он тебе приятен он тебе близок вот тоже мы близких именно родные даже проще так слов сказать даже лучше до родных а уж мы точно никогда не выкаем потому что каким друзьям приятелям тоже додумываются выкать но вот родным точно нет как сказал ты ты ему дал понять что ты мне родной пусть на сегодня пусть первого взгляда такие ты вызвал меня чувства поэтому кто общается со мной да я и призываю вас и других также учить самим так делать и других учить ну конечно где-то выку в организации уж приходится что людей реши за не дай бог ему тыкнешь и все ты мне тыкнул если наоборот величайшее обращение то скажем сказать человек что ты мне родной у нас на это недалекие люди наоборот обижаются но все это к сожалению заповеди человеческие как говорил иисус которые заменили заповеди божьи мне 23 года я всегда был человеком верующим но не религиозным с детства у меня была сексуальная тяга к своему полу женский пол мне никогда не интересовал но из этого сообщения если фамилии и имя аватарки возможно вымышленные то уж это сказать что даже не будем знать кто это женщина и мужчина конечно по тексту понятно что это парень женский пол меня никогда не интересовал я пытался как-то это осмыслить и это изменить но ничего не изменилось я решил обратиться с этой проблемы к вере стал интересоваться разными религиями сравнивать их и анализировать я столкнулся что в христианстве много взаимоисключающих идей которые не могут существовать вместе также большинство верующих противоречит сами себе и не живут по библии я хочу обратить на этот момент нюанс немаловажно то есть пишет мне человек ну в народе их называют как угодно там да грубо ну со специально оскорбительными скажем наименование типа педик пидорасы как-то прочие да пидор мидор по полоски называют геями вот лесбиянками лесби или как угодно да и существует такое понятие как однополая любовь вот я хочу обратить внимание что человек не пишет именно 0 как говорят нестандартные до сексуальные ориентации сегодня для нас это будет в принципе не важно но и в принципе ролики не особо будут связаны но возможно в следующем ролике я дам ссылку на эту но всем анонсирую следующий свой ролик будем говорить о гомосексуализме об однополого любви до от бога ли нет кто они такие почему они такие какой я может у кого-то есть вопрос хотя много раз об этом говорил вот поэтому всех приглашаю на следующий ролик о гомосексуализме если не забуду потом вернусь в этот ролик и добавлю ссылку на следующий ролик ну а дальше человек который мне пишет в принципе он хоть и и сказал о себе и именно эту черту выделил он ничего как видите больше не рассказал но там с детства верующий ну в общем две вещи он озвучил да что он с детства верующий такие как бы важные и что вот он нестандартной сексуальной ориентации а дальше идет по сути такой очень достаточно классический сказал ничего сегодня мы с вами кто будет слушать этот ролик не услышит я скорее всего ролик дом назвать церковь со стороны взгляд со стороны я им кстати придумал название что-то забыл где-то записал может найду до церкви взгляд со стороны что такое да то есть сегодня конечно об этом будет хотя я сказал длинное предисловие непонятно почему она мне такое вырвалось и вот затронули тему однополых отношений но об этом в следующем ролике а сейчас мы читаем как видим человек даже так поделил про верующих но давайте почитаем я буду сразу я сказал что будем сразу все прочитаем нет раз уж так читаем опять то будем уже по порядку ни к чему все читать я естественно буду просто читать и как всегда если есть вопрос на них отвечать но многие предложения это никакие не вопросы это просто мысли человек который мне писал его мысли заключения выводы из жизни до опыт я буду его просто комментировать возможно на некоторые но достаточно много написано я на многие возможно вещи постараюсь хотя у меня это редко получается отвечать чуть ли не ты здесь надо нет это не так вот ну или так тебе показалось просто стороны или так но не у всех посмотрим как у меня пойдет вы меня знаете я коротко не умеет роста надо я сам устаю или не знаю может быть так и ложится верующие должны давайте сразу вернемся еще немножко по поводу я решила по поводу я просто знаете человек как бы написал вот о том что он ну гей буду про прямо говорить да и говорит что он обратился с этой с этим вопросом к религии крик разным религия и когда стал сравнивать их анализировать столкнулся что в христианстве много взаимосключающих идей которые не могут существовать вместе первая мысль я сразу скажу что все последующие мысли речи текста этого человека почему-то ушел от темы гомосексуализма в религии почему этот ролик сегодня не этой темы касается уже все что будет дальше писать наш писатель мне да тут сам не сообщение почему-то над этой мысли уходит и я даже потом после большой его это письма я написал вопрос ну а как по поводу твоей гомосексуализм ты разрешил эти вопрос то все что он будет писать дальше если бы я вам не зачитал что этот человек признался в том что он гей можно было просто прочитать я ну я решил прочитать все как есть это все-таки раз я как написал за что он считал то важным или я не знаю но у меня не не сложилось то все что написал коснулся чего угодно кроме гомосексуальности вот даже вот эту же мысль что в христианстве я его сразу поправлю все-таки я когда говорю я подразумеваю и вернее человек то не перескорить подразумевает религиозные секты такие как православие каталицизм протестантизм и все что с этим связано со всеми культовыми организациями прямо косвенно грубо или менее грубо прикрывающие всей паразитирующих на имени иисуса христа его жизни учения я такие организации все эти религия сообщества псевдо христианством и в них действительно 99 процентов взаимоисключающих идей они сами себе противоречат причина этого масса кто давно меня смотр тут их сам уже назовет первое из них это грубая ошибка это было назвать бумажки словом божьим хотя это слова бумажки написанные переписаны перейдены перетолкованы обычными человеками второе из этих бумажек по запрету иисуса христа прямо ему не не последуя его завету наоборот его его нарушив это сшивать старое с новым они сшили ветхий завет с новым более того они весь новый завет сшили они сшили учение апостола павла с учением иисуса христа а это не совсем одно и то же учение они понасшивали всех в одну кучу и апостолов и пророков и царей да и никудышных людей и грубо говоря всю библию в одну переплет и назвали это святость а это не так абсолютно и всех кто там якобы описаны якобы кто-то их назвал там допустим даже праведником и святым а это абсолютно не соответствует истины прямой запрет иисуса христа был сшивать новое свет хим старое снова поэтому у них конечно куда ни тыкни куда ни плюнь действительно там везде одни противоречия с этим я могу только согласиться также большинство верующих противоречит сами себе не живут по библии это они не живут ни по библии по ней невозможно в принципе жить потому что сам только что сказал что библия их не учение зачастую она сама себе во многих вещах просто противоречит поэтому в принципе по ней жить невозможно в принципе потому что там есть настолько якобы два одинаково святых людей человека только один убивал всех налево направо святым называет другой мухи не обидел его тоже святым называет вот как жить по библии непонятно ну и второе это когда иисус обличал всех людей называемых так называемых фарисеев да и законников и книжниками одних за то что ты на не все знают законники и книжники да но они не следует тому чего живут фарисеи следует но не тому чему нужно да и поэтому они не живут не только не по библии они даже не живут потому они якобы на словах могут говорить что вот это благо вот это добро вот так надо делать сами этого не делая иисус говорил и другие фразы знаете но и что еще и на людей накладывают да не просто сам там выпячивается не делает он еще на других накладывает но сам этого близко мизинцем как и суда не прикасался но это да это так и есть тут не поспоришь с этим взглядом со стороны не поспоришь это так и есть про верующих верши должны называть таких же верующих братьями и сестрами но на деле брать сестер нет а есть православные католики-баптисты которые принимают другие конфессии принижают другие конфессии отправляют их в ад ну по поводу должны никто никому ничего не должен любовь и до и до и должен слова несовместимы любовь она не должна любовь она сама притягивает в любви нет никакого долга нет обязанности как писал апостол павел не будьте должны никому ничем кроме взаимной любви добровольные листы кому-то непонятно любви добровольно никто тебе ничего не должен и ты никому не должен в этом радость жизни это свобода но если люди любят друг друга и живут в царстве небесном а просто естественно будут употреблять друг другу теплые слова вплоть до вот о том о чем я сегодня уже поднимала речь до родственных связях ты будут говорить друг друга да может могут братом назвать как максимальная по плоти близость двух людей там одних родителей да мог так называть но это никто никому ничего не должен это должно так статься и быть но и должно статьи естественно если как в том же сам писание вот ты если читал его говорит что если брат или сестра до во все тяжкие кинулась то с таким можно даже не общаться а точнее лучше вообще не общаясь не то что лучше оставь его как раз отодвинув от себя может быть ты ему поможешь может быть в разуме этим то же самое делал иисус он далеко не всех называл братьями сестрами он называл людей которые желают его убить и детьми дьявола прямо и в лицо так что никто никому ничего не должен должны мы любить друг друга а это тогда все будет естественно происходить уж кого ты любишь назовешь его самыми теплыми словами том числе такими словами как брат и сестра но дело не в долге а в любви а и по поводу конфессии секты тоже не путай и не путай те кто меня слушает одно дело обличать живые учения а другое дело посылать в ад на вечные муки вот от меня кто никогда не слышал чтобы я хоть одного сектанта в ад на вечные муки которые они я говорю всегда истину словами иисуса христа вы посеете что вы пожнете вы будете получать и вкушать ту блевотину которую изрыгаете на других это зло которую причине другим и наоборот вы получите все добро с лихвой от всех кому вы творили благо вот и все поэтому секты которые людей ведут не по тому пути проповедуют чепуху какие они мне братья и сестры на сегодня какие я могу теплые чувства испытывать человеку который сам творит зло и это зло распространяет на других не забывай об этом это абсолютно разные вещи одно дело отправлять в ад от имени бога другое дело говорить как говорил иисус что вы сами туда пойдете вы сами там окажетесь там куда вы и стремитесь и в этой жизни вы оказываете свое стремление своими делами своими поступками в своей жизни сам определяясь поэтому тут никто никому ничего не должен люди должны прийти добровольно познание истины которая в любви и в этой любви усовершиться усовершенствоваться второй пункт верующие должны любить всех и вся да но на деле верующие бывают очень жестокие они ждут вечных мучений грешников они не делают добрые дела так буду по порядку видите он очень много написал я даже не представляю насколько получится этот ролик до верующие должны любить всех и вся до должны потенциально потенциально я люблю всех и вся на деле моя любовь грешнику конечно проявляется не так как ты здесь пишет что их там в ад на вечный мук слай но она проявляется в обличении точно так же как ты ребенку говоришь который палкой братик ударил сестру по голове и мама говорит и что делаешь а может даже наказать лишить чего-то вкусненького и поставить в угол сказать постой там подумай а может быть и сказать если сейчас сестренка тебе по голове этой же палкой ударить тебе как будет бог учит человека школы жизни пожинанием того что ты сеешь вот и все поэтому любить всех и и и и и и и и становиться соучастником зла это разные вещи я потенциально люблю даже человека сейчас безумного убивающего животного бьющего там свою жену на улице ты мимо идешь там по дороге какой-нибудь алкаш там долбасит свою благоверную алкашиху но ты не можешь стоять сторонке ты во-первых разнимаешь их ты к тому кто сильный берешь его за руки пытаешься вразумить этого человека ты обличаешь его да а не так что ты подходишь еще держишь его жертву насильник педофил ты что с ним будешь держать ребенка когда он будет уносил что лишь любить этой проявится любовь если ты станешь между насильником и жертвой ты любовь проявишь сразу ко всем вот и верующие должны любить всех и вся вот когда ты видишь одно живое существо мучить другого когда люди убивают животных рах ради похоти чрева там одежда экспериментов цир цирка похоти зрелищ ты заступаешься ты становишься между насильником убийцы человеком и беззащитным животным свинюшкой коровкой лошадкой медведем кого как эксплуатирует и убивают ты об этом говоришь ты сам этого не делаешь пресса в жизни и ты проявляешь активность ты защищаешь это люб это есть та любовь которая проявляется ко всем и вся как ты написал по поводу жестокости ну да все правильно на словах у них одно они проповедуют о богу любви и спокойненько до убивают животных с целью пожрать их не труп или содрась них шкуру до или закрывает их на вечные муки в тюряги под названием цирки за поверь зоопарки там всякие чтобы лишь бы полюбоваться на него пять секунд там всю жизнь в клетке 2 на 2 живет до на словах проповедует любовь на деле дети дьявола и источают тьму они делают добрые дела живут только религиозной жизнью ну да тут ничего не поспоришь если они делают добрые дела только из-за того что не хотят попасть в ад ну да да мне кажется если бог отменил свои законы они отменят свои законы отменил бы но тут не совсем правильно описано унесу смысл понятен отменил или отменил бы свои законы они с радостью бы пошли во все тяжкие стали греши так и есть так и есть они принижают по поводу это ну да вот игру не чай буду разглагольствовать я на многие буду я согласен и так и и мы все это знаем с вами кто меня слушает они принижают женщин так и есть почти все религии проповедуют что да мужик это такой царский небожитель это не так не так бог даже бог сотворил одного человека в начале после этого он разделил мужчину и женщину не вертикально а горизонтально они абсолютно равны и господствовать мужчине на женщине бог не давал заповать в раю мужчина и женщина абсолютно одинаково абсолютно вообще ничем не отличается все их не отличие в детородных органах все даже физическая сила полно женщин которые в сто раз сильнее возьмите саму себя и самых сильных женщин и самых дарестовых мужиков внешность но порой женщина как мужик что не потому что она сетом довела можно такого скажем или там не ухаживает но она такая вот именно по природе и наоборот кук мужиков очень женоподобных не уважают чужую точку зрения но по поводу уважения такой тоже надо сначала разбираться в понятиях что ты вкладываешь что уважение точка зрения это знаешь вот именно с тем же сам что ты сейчас говоришь ты уважаешь точку зрения высказывая свои мысли или там обличая грешника вот обличение грешника всегда можно подтянуть вот под эту вот мысль неуважение чувства точки зрения чувств верующих вот это все тошниловка по напридуманное что значит не уважает точку зрения тут я с тобой не совсем как бы смотрю что ты в это вкладываешь я тоже не уважаю чужую точку зрения убивать эксплуатировать животных а почему я должен не уважать не то что уважение достойное я презираю этих людей презираю в полном смысле этого слова эти грешник я должен ему сказать что я уважаю чтобы дальше продолжал это делать не это обличаешь грех а грех невозможен без грешника греха не существует грех или зло суще появляется и существует до тех пор пока его творит живое существо обладающие живой душой сотворенные богом поэтому что значит уважать и какую точку зрения тут нам просто очень общего тебя мысль поэтому я так распинаюсь до уважать как не горит дать ты не трогай что мы едим на что ты ешь мне без рамки без лампочки то есть апельсины да конечно я счете буду навязывать груши что ли когда ты убиваешь животное который плачет скорбит страдает хочет жить это не точка зрения тебе никто этого не позволил ты творишь зло ты считаешь что можно воровать и воруешь даже из моего мужа кошелька я должен уважать твою точку зрения то что выживает сильнейший мы живем в джунглях хищники побеждают овцы помирают это не . точка зрения я и не уважение собираюсь уважать кому как одеваться я уважаю точку зрения да он говорит мне нравятся красные волосы может даже потому-то потому-то вот его точка зрения убеждения вы пожалуйста да поэтому конечно там есть такие такие есть везде тут как бы прямо что верующие это что значит это очень это очень пространная мысль вне очень много слов казалось бы она всего из четырех слов состоит не уважаю чужую точку зрения но это предложение невозможно с ним не согласись не провернуть это все темы для личных разговоров в живую ну посредством пусть там skype каком кеме чтобы можно было сопутствующие вопросы задавать понять что ты в это вкладываешь что значит уважать что такое точка зрения на какую тему точка зрения это все очень важно я так просто вкратце свои мысли высказал они конечно и так кому-то помогут вот но конкретно тут у тебя непонятно верующие очень слабые люди вот опять четыре слова что такое слабые в каком плане телесном духовном душевном не знаю они не хотят ничего делать и перекладывать свою ответственность на богу это абсолютно верно но это не слабые это какие это ленивые называется они не хотят ты дальше сам начнешь злогол если у тебя это последовательно идет я конечно не знаю хотя бы все это под третьим пунктом идет это ленивый я их так и называл сюда своим протестантам с их ним этим учением спасения по вере до ленивые бесы вот и все что бесы веруют и что толку также верующие заточены не чтобы искать бога а чтобы искать дьявола они постоянно ждут антихриста видит вокруг себя бесов и демонов некоторые даже верят что земля плоская так давать по порядку заточность не искать бога чтобы искать дьявола тут ты потом про антихриста во первых бога ну истину надо искать хотя бог и есть истина да надо искать прежде всего истину и ты найдешь бога потому что плохо есть истина по поводу их ожидания антихриста ну да многие на этом зациклены хотя зная книгу откровений они же должны знать что продлится его царство всего три с половиной года и по книге откровения мы видим что многие дает до него доживут и смог претерпеть и те гонения какую который будет даже в последние времена ну у них до у основной массы у них шиза причем это от конфессии редко зависит этой православные католики протестанты и все там и же с ними да у них вот этот фанатизм они они некоторые даже не антихриста не христа ждут на чемоданчике посмотреть там на баптистов да у них там какое-то восхищение до великой скорби и они ждут на чемоданчиках когда же он придет и заберет их это так и уже каких сектах уже сотни раз уже без преувеличения сказать что там каждый год предсказывается и ничего не сбывается все ждут и ждут некоторые даже верят что земля плоская но это знаешь одно из самых безобидных я так сказал сказал так так бы сказал вещей потому что и плоская она квадратная какая там кто-то к восьмеркой и каким там эллипсом или огрызком или еще чего-то или звезда у меня есть ролик на эту тему меня даже не ролик есть нарезка из-за псалма я там кое-что говорил и потом по моему кто-то не сбросил я нарезку сделал вот я там уже тоже тогда псалме сказал это вообще не имеет никакого значения какая земля плоская квадратная как появляется снег на небе либо в атмосфере это все вообще не имеет никакого значения для человека бог завтра подумает и мы будем все на руках ходить это и будет это норма это вообще все не имеет никакого значения это в принципе не говорит о том что человек хороший или плохой вообще вот квадратная земля или круглая я от буду если все откинуть все вот эти бредни сидя с человеком где-нибудь валясь вот у меня тут в коршево на бугре смотря вечером на звезды или днем на небо на газончике на свеже посажу посаженным и выращенным и мы будем размышлять а что там мы не миллионеры мы не ричард и брэнсона и не глава амазона в космос не летать в этой жизни до круглая она или квадратные даже когда ты летишь космос то ли это оптическое обман зрения что там видно какие-то округлости кто какая разница а вот если трядущий кто рядом со мной на этом газончике лежит поцелует меня скажет доброе слово угоститься приготовит покушать да если мы вместе просто разговариваем любой с этими красотами и просто выражаем даже свои эмоции совместно вот это делает всяк счастливым делимся красоте этих звезд до который мы явность особо видим объективно какая земля это ничего мне не дает него не я не видит круглая на эти квадратные один верующий мне сказал что люди ходят в больницу один вершине сказал что люди ходят в больницу как так как так как не доверяют богу но я тут немножко даже рано ухмыльнулся я чуть подумал сейчас про это пойдет речь что они там в церковь как в больнице хоть ну по поводу болен сети скажу вопрос с медицины непростой тут как раз не до шуток это серьезный вопрос и он непростой если ты действительно живешь в боге упованием найти на него ты знаешь физические испытания страданий плоти и тут я подразумеваю и тело и душу когда там психическое может какое-то страдание то ты знаешь это совсем не просто если ты проходил я вот очень сильно болел не раз страдал до сих пор страдаю поэтому по поводу медицины это очень тяжелый вопрос кто меня давно смотрит знать что на него есть ответ и очень тяжело принять и уж тяжело его не просто принять а жить соответственно с ней что все претерпевать это конечно не просто так что по поводу этого это знаешь такой вопрос тут тоже в укор не поставишь я как бы лишь твои эти сообщения разбираю на согласен и согласен насколько понятно непонятно мне вообще о чем речь вот тут мне принципе понятно но как в минус это поставить как и плоскую землю землю и пользование любыми традиционной традиционной медицины каким-то знаю хождение не даже к экстрасенсам астрологии это такой вопрос опять же кому это делает более вообще грех или не грех и если ты это в негативе подаешь а ты сам-то как живешь это непростой вопрос и в минус я сейчас бы вот так как ты это если мне кажется пихаешь я бы мягко скажем не стал некоторые верующие пятый пункт уходят с мирской работы и посвящают жизнь богу например человек работал полицейским в том уволился если все вдруг так если все будут так делать в мире останутся только плохие полицейские он бы приносил намного больше пользы если бы работал на своей работе они просто служил бы богу но тут тоже опять не соглашусь соглашусь отчасти точнее так скажем 50 на 50 по поводу ухода якобы к богу в типа в монастыри там в пещеры кто меня давно смотрит знает все это я говорил причем показываю на самый лучший пример для христианина естественно это иисус христа на какую свою пустыню все проходим у кого получается ее физически и обстоятельства способствует в жизни там одинокий нет обременений это возможно это и один из идеальных путей но кто-то свою пустыню какую которую реальный иисус проходил проходит уже так скажем в обществе в семье там да потому что дети ты там никуда не уйдешь в ни в какую пустыню когда бог призовет тебя помнить как дух святой повел христа в пустыне тут уже дух святой тебя никуда не поведет да это однозначно но у всех немножко разные пути в этом плане но принцип один и тот же пустыню все проходят просто видим ее проходит по-разному вот по поводу ухода с работы ты знаешь люди уходят с работы и ты думаешь у нас полицейский прям будем по твоим по твоей теме идти ты думаешь все полицейские увольняют столько наше там супер православные или супер вообще христиане но может быть вообще атеистом но вот именно бог который свет который есть всячески во всем и в каждом человеке и когда там суде он допустим этот полицейские что и очень редкость да потому что там работает снова свои отморозки вдруг решили там как-то оказалось хорошие ты на какая-то несправедливость вдруг случилось в полиции хотя для них это норма вот творить беззаконие они охранники в основном не права порядка они как раз самые есть носители беспорядка и преступлений ну предполагаем такую фантастическую модель что полиция это замечательные органы там работают прекрасные люди и вдруг какой-то нехороший затесался да и вот он что-то делает более того затесался не просто добрался до верхов да и какой-то на низу хороший человек не согласен с ним да и увольняется но это может быть и не и атеист и что значит принести много пользы если тебе связывает руки вот тебе говорят иди бей посмотри на митинги которые были там за навального просто ребят мало молодежь просто калашматили отморозки из касках из дубинка просто те поднимали руки и кричали показываем и без оружия это никого оружия не было все митинги за навального прошли абсолютно мирно там вообще вот за таким исключением где там эту машину вот эту федеральную там фсбш на чуть-чуть подал под под калашматили так сколько там полицейских то был куда не смотрели и почему это сразу не пресекли никто же не говорит вот этих дебоширов то не выполнять свои прямые обязательства вот как раз не дать мирным митингом людям спокойно выражающим свое мнение превратить этого что-то ужасное это их как раз задача за которые платят им там из наших налогов чтобы они нас охраняли от таких же это могли быть вообще все подставные это никто не докажет вот именно поэтому все все это все эти люди не все равны перед законом а когда тебе говорят иди бей дубинка как ты принесешь пользу любая система полицейская военная учителя в школе они в рамках системы говорят делай так они не могут поступить иначе что ничего принято как он принесет если мы дали четкую разнарядку поступать неправильно вот как он здесь у нас будет поступать неправильно в других местах начнет где-то поступать правильно рыба гнет с головы уже до того дошло что такой начальник и он не может победить это зло что он должна добиться как-то своего пойти жаловаться до написать заявление на эту свой начальник что-то что-то делает неправильно если вы что там разумные люди просто один затесался как ты тут проявился и как раз этого человека надо вразумить да как он просто так проглотит сделать зло пойдет ребят дубинка колошматить а завтра будет якобы там детей из подъездов спасать нет это значит отморозок но человек который дубинкой резиновый который по сути мужской как где деревянные бьет по черепушки беззащитных людей ребят девчат которым самим там амбалы прошедшие армии все и дубасит людей которые там по клавишам еле стучат хиренькими пальцами что это такое поэтому это тоже очень абстрактный вопрос уходят увольняют с работы или несправедливость с любой работа учителя врачи до кого-то там заставляет какие-то именно вещи делать явные злые человек не соглашаюсь уходит я до покаяния сто раз работал где ты увольнялся что это не взять на верующий я имею тут тут знаешь ты вот просто как-то все это собрал к веры а многие вопросы не не касается это касается любого человека до религиозных ты пишешь они вот заповеди этих религиозные исполнять такие не исполнять да ты правильно стал про верующих то есть многие твои вот эти тезисы и какие-то мирозрения их нельзя отнести к только верующим это неправильная постановка вопроса то что вначале всю свою вот эту пися свои пять пунктов ты обозначил про верующих но так делают и неверующие ты же им как бы смысл хотел продвести подвести все-таки конкретно про них а это не чуждо любого человека и это нельзя отнести к злу мы меняем свою работу до начальник который издевается у тебя не додали зарплату обманул тебя начальник не дал премию урезала клад почему он должен работать ты увольняешься чтобы дать понять этому начальнику и очень часто такой был даже в моей жизни даже меня звали обратно понимали как без меня им плохо такое тоже бывает а как ты его еще разумишь смолчишь не уволишься и будешь кому-то там приносить добро ты знаешь добро можно приносить всегда и везде на любом месте где ты будешь жить не место красить человека человек место поэтому ты уволишься там ты на другом месте принесешь кучу добра куча добра если ты сможешь его приносить то есть на другом месте где возможно приносить добро и добыль человек пойдет туда нужно там он может раскрыть свой потенциал а что толку тебе начальник руки ноги связал заставляет тебя творить зло ты спать не можешь господь обличает как ты будешь там работать какое-то добро будешь делать ты целыми днями будешь мучиться угрызением совести все это такое нет я тут с тобой никак не соглашусь это все очень это не во-первых нету черного-белого и это не про верующих от про всех людей а из про всех людей вот я тоже когда он у меня сможет знаете мои мысли кто нет тут услышит а еще верующий не любит бога а боятся но но ты знаешь опять это по-нормальному в принципе это так проходит все и в нем нет ничего плохого когда ты всю жизнь жил в грехе много творил зла это естественное чувство я сам его проходил когда ты встречаешься с богом со светом с любовью это чувство оно естественно это чувство ребенка боясь все родители когда если вспомнишь свое детство я вот всем рассказал случай конечно мы боимся как косячим боимся у класс уха позвонит там родителям это естественно мы боимся воздаяния да причем праведного а проходит это со временем когда когда ты творишь достойные плоды покаяния когда ты каешься потом живешь все более более святой жизни и чем ты больше возрастаешь святости в совершенстве богоподобия любви добра света ты перестаешь бояться его тебе нечего бояться потому что ты стал как он ты чувствуешь его любовь на себе полноценно да ты знаешь с тобой нет греха ты обретаешь полноту счастья у тебя нет страхов но это происходит только при условии какой какого святой жизни о чем-то сейчас выше столько что все писал что ею очень редкие люди вообще живут понятное дело верующие бывает разные но общая масса именно такая это я соглашусь про бога у кого будет желание можете поставить хоть парочку тайм-кодов таких крупных предисловие помните минут действия наговаривал потом про человека который мне написал про верующих теперь про бога бог библии больше похож на дьявола чем на любовь дьявол заинтересован в нашей смерти чтобы мы не успели раскаяться и попали в ад библейский бог регулярно истреблял людей младенцев отправлял в ад животных устраивал катаклизмы посылал болезни дьявол постоянно нас искушает бог создал все условия для искушения адама и евы змея по библии не было не было дьяволом она была создана богом в молитве очень наш есть строка чтобы чтобы бог нас не водил в искушение дьявольская иерархия давай я буду сразу отвечать просто почти многие ответы на эти вопросы твои мысли у меня уже есть на канале отдельные ролики я не смогу дать их сети придется просто по названием смотреть их что ты найдешь не у меня есть о боге о человеке грехе об иисусе христе такой плейлист некоторые в плейлистах ролики задублированы если то что ты меня не знает о чем я смотришь и где-то когда-то увидел весь тебе интересно мои ролики проповеди мои мысли я на этом же канале на котором ты все другие смотрите этот ролик вы можете на канал обратиться и все ролики смотреть как-то по названию стараюсь их более менее говорящими делать отражающими суть того что игру в ролике но помимо их вот этих распылений рассекания по древу я поэтому здесь просто блицем отвечу если тебе что-то ты слышишь близко отражается тогда исследует дальше ты найдешь все эти видео давайте самого начала бог в библии больше похож на дьявола чем на любовь это это не бог в библии или как за библейский бог это взгляд тех людей которые описали бога в дошедших до нас бумажках это не бог такой это взгляд людей которые таким видели бога поэтому до этих людей и он действительно особенно в ветхом завете да и в новом у апостолов через некоторых апостолов или некоторых не мысли нам кажется бог действительно дьявол но это лишь взгляд этих людей бог есть абсолютный свет бог есть абсолютно любовь и благо доброта и счастье и радость и мир а это взгляд этих людей был взгляд слова приписывали богу слова какие-то это не бог такой дьявол заинтересован в нашей смерти чтобы мы не успели раскаяться и попали в ад библейский бог регулярно истреблял людей не не бог истреблял не бог младенцев животных устраивал катаклизм послал болезни все это делали люди или сами пожинали плоды дел своих от природы до от бесов которых мы как бы не видим они всячески во всем присутствует бог никого не творит никакого зла еще никакой смерти не существует ничего там дьявол не хотел умереть никто не может есть лишь иллюзия есть школа жизни каждой живой души и она ее постепенно проходит и бог лишь иногда учит человека знает что он бессмертен это очень важно но опять же бог сам зла никакого не делать надо понять и цель любого его поступка даже в разумление это будущее благо и счастье человека чтобы он вразумился познание истины пришел соответствии с этой истины стал жил жить и обрел полноту благо счастья дьявол постоянно нас искушает бог создал все условия для искушения адам и евы бог создал все все условия для того чтобы человек был абсолютно счастлив он сказал всякое дерево в раю всякое дерево подавлялось всякое наслаждение и удовольствие тебе доступно кайфу и перекайфуй перекайфовый кайф на кайфе и кайфом погонять только не твори зла не получай удовольствие это единственный грех в жизни за счет чьих-то страданий какой-либо живой души природа она у нее тоже есть душа эксплуатируя мучу природу мы тоже страдаем потом сами поэтому бог не создавал никаких условий для искушения он и создал потенциально тем что он просто есть но бог вы не виновен в том что он есть а он помимо любви и бессмертия еще и свобода и все его бытие все утворение которым всячески во всем проявленный и при этом как он личность всего бытие личностно в миллиарды триллиарды кикселярды личностей это творение каждая маленькая может творить все что она хочет поэтому бог не создавал никаких условий для искушения он просто есть есть абсолютное благо есть личность есть свобода это свободная личность не свобода выбора творить добро и зло змея по библии не было дьяволом это как раз была просто не змея был дьявол и по змеей назван образно это это ангелы они такие же как люди можно сказать из такой же крови плоти поэтому это была не змея это лишь приточный язык который нам до нас дошел описывайте события и скушал еву соблазняя на убийство животного и измену адаму именно ангел деница да это не была змея бог не не творил он даже дьявол не творил это был светлый ангел деница но в уме своем помрачившийся и в помрачении своем стал совращать и первых людей она была создана богом змея в молитве змея то да единица тоже да в молитве ты не обращай внимание на иконки на которых рисуют змею это все уже недалекие люди все это к сожалению до недалекого уровня все это свели не зная истины в молитве очень наши есть строка чтобы бог нас не водил в искушение когда ты еще глубже я так не это все-таки читаешь конечно библию ударишься в библиистику посмотришь переводы том кто как чё переводил кто чё писал ты убедишься в том что даже это место из писания непонятно как переводить это кратко все кратко отвечаю можно найти из ты там цитируешь библию у меня библия целиком на канале записано можно прямо искать эти места и смотреть как я там все это отвечаю на подобные вопросы потому что все это уже записал бог никого в искушение не вводит но бог кстати испытывает человека для чего для себя нет для нас мы себя познаем не бог бог наставит в условия самопознания это огромная разница бог не скушает человек что потом его в ад отправить на их на вечные муки это учение дьявола его учеников последователей но бог человека воспитывает учит это да как отец учит сына своего знаешь из библии такие строчки дьявольская иерархия служит и ползают на коленях перед дьяволом они перед богом который должен быть нашим папой бога должны любить и почитать как и всех родителей ну если по поводу коленных молитв то игру многие с них начинают я сам начинал так скажу это все приходит в моменты покаяния и истинного тебе действительно хочется перед всеми распластиться и у всех попросить прощения кому-то дел зла и уже кому не делал да перед богом то же самое это нормально тебя опускает ниже плинтуса твои состояния но потом ты встаешь с этих колен безусловно так и секты которые не учат этому как иисус горами называю вас рабами называю братьями да те кто не учат что ты в боге возрастаешь а этому никто не учит ни православие которые протестанты они грешники грешники супер грешники одни другие праведные святые просто по тупой вере в исторического иисуса христа который приходил на землю якобы взял все их не грешки теперь они могут продолжать дальше грешить называясь святы святыми и одевшись в его праведность это конечно эти люди эти люди пребывают во тьме эту тьму распространяет ничего хорошего от этого не будет а одно говно прыщить со всех сторон так дьяволу постоянно нужна кровь еврейскому богу постоянно приносили жертвоприношения они приносили жертвоприношения и животные человеческие не библейскому богу а богу дьяволу который роился у них в голове к сожалению на тот момент мало у кого открывались мозги на то что бог не такой бог описаны в библии это не бог который есть всячески во всем это грешный вид взгляд человека на бога бог в библии регулярно испытывать человека злом он может убить всю семью человек чтобы испытать его ему нужен малейший повод чтобы убить человека и отправить его в ад ну еще раз повторюсь и и если не начнешь закидывать или кто-то цитатами из библии где там якобы аж от прямых уст божьих что-то такое сказано или сделано это все писали люди это все и мерещилось это все они так думали бог никого не убивает это все люди приписали богу что якобы он там ною разрешает убивать животных хотя до потопа этого этого не было в раю не было до потопа до якобы потом дает дозволение это чепуха это люди из бога делают дьявола люди бог и не становится дьяволом люди закоснивают так в грехе что из бога делают дьявола к сожалению вот именно под по своей грешной жизни то есть но и как жил убивал животных и даже после потопа собрав всякой твари по паре вот она каждую надо беречь ходит лелеять бог ему сам показал нет он так и не смог отвалиться от этого греха и таких примеров полно это не бог говорит да люби ближнего твоего и тут же говорит что да убей его почитается и мать а с не почитаешь убей его говорит не убей да но если палочки в субботу собрал то убейте его это все люди вот это вот бредятина который ты сам сам начале сказал противоречивших друг другу понаписали и богу все это приписали это не к богу не имеет никакого вообще отношения про животный мир вся библия заточена только на человеке животные в нем вторичен хотя животные тоже каждый день страдают болеет умирает у них тоже бывают свои эпидемии и войны но бог с этим ничего не делает хотя они безгрешны они точно ничего плохого не сделали почему они должны страдать ну во первую очередь страдают как апостол павел красиво написал и правильно они все творение божье животное страдает и мучается до сего дня почему тоже люди тук-тук откройте злые похотливы тупы это это творение несчастное из ждет нашего откровения откровению умов и сердец человеческих когда в них любовь и добро проснется все это ввел в мир болезнь страдания человек все животные даже который там как ты что уже убивает друг друга это и люди реинкарнировавшие это и так скажем не за скалы мы вот именно мы убивать животных и тут же смотреть предъявляем какие вещи что одно животное тоже бывает другого что якобы у него тоже есть ответственность к сожалению мы так отупели что мы не видим насколько высок уровень интеллекта не зря всем говорит про языки животных что человек может понимать животное даже на языках животного разговаривать просто мы отупели этот мир превратили в ад и во всем этом виноваты не животные прежде всего человек верующие оправдывают и по поводу животных что библии нет вот именно поэтому библии это не слово божие не истины это все человеческое там есть крупицы истины и добро есть там много и тьмы и зла вот отделяй пшеницу от плевел пшеницы собирай сокровищный сердце своего а солому бату сжигай огнем не угасим тебе все не надо верующие оправдывать все действия только ты не ответь ты веган ты знаешь что такие веганы веганы который ты проповедни только любовь но они вернее любой к сожалению к людям тоже не особо проповедуют многие из них мне прям признаешь людей ненавидит но хотя бы да не проповедует любовь к всему животному миру к природе тоже первое они не причиняют сами тех страданий никому и второй сколько могут активно проявляют свою любовь защищая животные растительный мир а вот ты ты тут возмутился что животные в библии не уделено внимание да а ты сам любишь живот или каждый день на кусочки у тебя на тарелочке кусочек очередного трупа тобою проплаченного которого который некогда тело с душой убегала и радовалась жизни интересно было знать верующие оправдывают все действия бога отправляют всех представителей других религий в ад какими же нужно быть злыми людьми чтобы считать себя выше остальных и желать им вечным страдания вот опять в твоем как бы этом тезисе утверждение мысли много всего слишком сразу и разделить надо я считаю себя выше да я веган я считаю себя выше трупажоров я свободен во христе я считаю себя выше религиозников иисус класса творите научите как ты будешь учить не будучи сам как ты будешь учить святости не будучи свят как ты будешь учить добро добру не будучи добр как ты будешь учить делать тройное сальто с тремя перед подвыпердами если ты самого делать не умеешь ну как когда ты слышишь там от православного что он грешник грешника же есть первый из всех грешник смиренный до великий постник хуже всех и одной молитвы целыми днями молюсь господи дару мне видеть мои прегрешения бесчисленных как песок морской можно дальше конечно не служит проповедь этого человека он сам сказал я грешник чему тебе научат грешник греху чему тебе научат святости к святости протестант который начинает с тех слов что мы спасены по вере я его благодатью и праведностью и святостью я одет сам я дерьмо конечно я грешу иногда святым быть невозможно что он может тебе дать ничего может только эту блевотину тебя и зарыгнуть в которой ты будешь потом еще долго пребывать и захочешь отмыться замучаешь отмываться запашок еще будет долго времени личная праведность не спасает добрые дела не спасают да а что спасает а что делает человека человеком доброта и любовь но зачем ты жене тогда цветы и покупаешь даришь счет это же не увеличивает ее любовь ее теплые чувства зачем разве не это у нас теплоту вызывает разве любовь она не в делах проявляется разве человек не тот кто он есть разве иисус не говорил судите дерево по плоду а не поверь и они по моей праведности в которой я окунул всех вот это это всеми с тобой не соглашусь но папа то что я всех ватт отправляет это не учение иисуса христа это учение многих религий в том числе псевдо христианство да но это не бог это не учение бога бог есть любовь и каждый пожинает то что он сеет вот об этом мы должны говорить да что вы будете пожинать то что вы сеете и будут разделение я разделение какой-нибудь карманный воришка понимает что воровать нехорошо только тогда когда он сам на зону попадает если здесь как-то сказать он лохов разводил тоже много овечек кротких миру то там он сам стал лохом попал куда-нибудь среди авторитетов и уже к нему заходят спинка ему в жопу дают до поджопу и все со стола забирают что считает нужным вот тогда он начинает вкушать ту жизнь которую причинял другим и те страдания в жизни которые причинял другим сразу не начинают мозги потихонечку на место а может и сразу резко спинка под жопу еще как встану вот видишь как я верю в разделение конечно во всеобщее разделение большое во второе пришествие сус христа я верю да потому что по-другому не понимаем сколько тысяч лет нужно еще и тысячи раз реинкарнировавшим человеку для того чтобы познать истину непонятно самый сус не давал на это ответ потому что его никто не знает на шаг свободен поэтому вечных мучений конечно же иисус никому не желал бог никому не желает бог сотворил каждое существо на земле каждую песчинку она неуничтожима бог всячески во всем даже недалекий давид очень глупый и грешный писал что куда сойду на дно ада где ему было самое место по его жизни и там ты я верю что давид уже неоднократно реинкарнировал и какой-то уровня божественности достиг своей жизни может я этот давид в прошлом но тогда я был негодяем его жизнь достойна ада всех всех мук ада вернее то какую жизнь он прожил его правда псевдо христиане религиозники называют святым а это жуткий грешник ни одного доброго дела в своей жизни не сделал наверно по крайней мере в библии о нем не описан вот так вот ну на этом все поэтому вот так вот по поводу бога это все религиозники это все извращение истины именно потому что люди не не знают истину мы так и живем не глядим вот так друг на друга судим как иисус говорил по плотию людей не по духу не по его связой жизни и судим иногда неправедно ошибочно я вот даже к тому что ты решила смотри как я выражаюсь я разве кого-то оскорбил или обидел я просто говорю правду как есть как и ты сейчас пишешь ты пишешь то что ты видел собственными глазами как писал иоанн богослов про иисуса христа что о том что видели глаза наши слышали уши до трогали руки так и ты то с чем ты соприкоснулся что стал читать изучать смотреть с кем-то общаться вот твои мысли ты что судишь кого-то как любит это притягивать там не судите да не судим будьте притягивать все неизвестно куда ты вкусил это и вот всем говоришь это правда это же не ложь так что вот так вот то что я говорю иисус как неприятно то говорил людям что да тоже вкусите все что посеете то и пожнете что они дети дьявола тем кто хотел идти к нему он предъявлял ультиматумы пойди все продай пойди за мной да не на легке а крестик свой прихвати и не у меня на горбу не моей праведностью до покрывшись нет пойди все продай раздай нищим то есть сделать добро и тогда только приходи следуй за мною точно так же как я иду и надо идти они лежать на диванке вода вот эти ленивые веруны бесноватые а идешь каждый день идти так еще и как с крестом на перевес да куда идти то на голгофу где тебя распнут и убьют а плюют перед этим неправильно осудив и надругавшись так что тут конечно познание истины как я всем говорю чтобы замотивировать простое и в то же время непростой это путь длиною в путь какой-то у каждого свой кого-то длиннее школа короче но это как иисус говорил опять противоречие протестантам царствие небесное святость она берется путь этот тернистый узкий он усилием берется и всякий понуждающий себя трудящийся обретает его вот так вот на такой мыслях на таких закончим все это что я сегодня как-то кратко опять говорил мне много роликов где как всегда уже он за час двенадцать перевалило то что слишком много здесь вопросов я конечно же отвечаю ну и все-таки ролик закончу я уж прочтение всей нашей переписки она уже короткая просто для затравочки для следующего ролика я и спросил ну а как мыслишь о вопросе однополости и библии религиях их представители как ну как мыслишь а вопросе однополости от этой да однополой любви гоносексуальности и библии однополости религии однополости и их представители то каждый может по-разному мысли для ну и человек мне пишет я никого не осуждаю я уже сказал насчет осуждение тут именно вопрос почему бог создал такое явление как влечение к своему полу мне например никогда не нравились девочки я потому что видите в том я ему стал как бы вообще не как бы я начал искать и человек ушел ну не в этот вопрос я вам для затравочки прочитаем и конечно же в следующем видео уже темы гомосексуальности опять возьмем за основу нашу переписку с человеком и я уже поговорю конкретно об этом вопросе но здесь так напоследок анонсом вы будете знать что он мне писал а я потом будете ждать моего видео как включение своим полу мне например никогда не нравились девочки это не вопрос выбора но почему-то бог изначально отягощает мою жизнь к этим этим также в мире есть психические болезни при которых человек себя не контролирует клептоманы маньяки педофилы они не виноваты что они такие почему есть такие явления с точки зрения религии тоже хороший вопрос вот на все эти вопросы я отвечу в следующем ролике есть генетические мутации рождаются сиамские близнецы гермафродиты гермафродит физически не может жить нормальной жизнью с точки зрения религии изначально бог зачем-то кому-то усложняет жизнь хотя все в его власти если бог даже этого не делает зачем он тогда это допускает я понял что о боге не можем ничего знать на сто процентов мы можем только верить или не верить тут я не соглашусь сразу скажу у каждого бог свой тоже не соглашусь хотя бог не свой он ничей он просто есть это бытие которое если бы свобода и бессмертие и она же личностное по образу которого мы личности бессмертные свободные и должны быть любеобильными сотворены по собственному выбору должны быть любеобильными так что бог ни у кого никакой не свой бог он есть я у каждого не свой я христолюк веган кузнецов дмитрий у каждого из вас свое мнение обо мне свое впечатление с кто-то со мной столкнулся вот так вот будучи причем если грешником да на твердую скалу наткнулся может быть кто-то более мягко кто-то твердо кто-то так тот понимает меня без всяких твердости и мягкости кто-то не понимает просто просто не понимает он может и хотел бы что понять но что-то не догоняет неважно вот это яд один и тот же мнение обо мне разные но я один и тот же хотя все читают одну и ту же библию библии вообще не авторитет и не истина в последней инстанции об этом я постоянно говорю все понимаю понимаю ее понимаете по разному и точных ответов никто дать не может я могу я даю точно ответы бог есть свет и нет ни вне какой тьмы я не хочу жить гомосексуальной жизнью что посоветуете ну я пишу что я отвечу позже жду если вам удобно можете голосовым я ответил видео сообщением впереди в начале ролика сказал большое предисловие о том чтобы никто на меня за это не обижался у меня нету цели причинить кому-либо страдания наоборот чтобы все получили максимальное назидание а через это применение этих этого назидания этих знаний своей жизни обрели полноту счастья ну и уже потом он не через пару дней пишет сколько процентов если такой вопрос не раз задавали я уже не отвечал на я по-разному отвечал по вашему мнению в библии истины сколько процентов я время но я написал как как хотел точно не сто и не ноль на самом деле просто никто как вообще эти сто процентов относительно букв мысли чего высчитывает это в принципе сама постановка вопроса на нее невозможно дать конкретного ответа а в чем измерять библию в буквах словах в чем в стихах что значит истины вашей библии через библию можно познать истину можно без можно познать смотря на смотря на небо то что истина в тебе бог всячески во всем и хочет покаяние любого человека любого грешника и стучится в сердце каждому человеку начиная с адам и евы без всякой библии стучался туда на без всяких проповедников лично и ты это это будет во все времена ну опять мне пишет продолжаю ждать ответ от вас через пару дней я отвечу но я пишу что я отвечу у меня много забот на земле я живу в селе сейчас летом как я вам сказал 16 июля ну и мне много накапливается с летом я не так много пишу мне как я сказал все таки пишут люди тоже ты у меня не единственные я стараюсь отвечать и я не стараюсь поддерживать канал и так как нет сейчас возможности летом выкладывать как я бывает могу и каждый день по несколько роликов даже такое меня бывало то сейчас нет такой возможности я записываю из какой-то там стараюсь хотя бы ролик в неделю выкладывать чтобы канал не проседал вот поэтому приходится ждать свою очередь надо я конечно могу быстро ответить и выложить даже сразу загрузить и открыть этот ролик но не в этот раз мы уже сегодня вот как раз прошел почти месяц нетерпеливый но терпеливый конечно времени много прошло человек пишет здравствуйте жалко что вы про меня так и не вспомнили я тебе помню во первых у меня все записано я многие вещи помечаю у меня есть электронно записная книжка в том числе и по моей проповеднической деятельности есть так скажем плейлист да так назовем где я страничка в этой записанной книжке я тоже все помечаю я вот как ты если я считаю раз такой интересные или вопрос бывает там комментарии плюс кто помните скрины сейчас сохраняю из комментариев и собираю причем систематически сразу это делаю такую проповедь однотемную стараюсь когда-то читал просто комментарии вот на чтобы они терялись по сути твой конечно сегодняшний вот это мое опять слово при чтении конечно такого разнопланового сообщения тяжело будет назвать кому-то назидание получить конкретно почему у меня конечно много роликов они очень длинные некоторые но если у кого кто-то слышит через мои слова и истину его дальше тянет слушать ну смотрите там найдете все много что-то по названию можно найти на что-то так как я он распростираюсь по древу до меня можно в каком-то ролике услышать то что я даже сказал никак не выделив но это мысль очень важно хорошо бы конечно выделить как есть я многим проповедникам написал и никто мне не ответила не помог на вещь я значит буду тебя первенцем я отвечаю стараюсь всем кто особенно с добром с каким-то хоть посылом да не просто че хвостит меня многие не живут по библии но повторяем всегда с чего начали только умеет красивые слова говорить ну как ты видишь это не про меня я написал ответил сегодня привет я про тебя помню взять на отвечу буквально через пару часов отвечаю на то что у меня тут время подошло всем кто раньше тебе писал я раньше отвечал поэтому дошло время или тебя может какие в очередь ставлю себе помечаю кто раньше кто позже плюс у меня и телефонные звонки ну или неважно телефон там вотсап telegram вот так что сколько могу все свое свободное которое специально посвящать то время я уделяю так вот поэтому я за свои слова отвечаю обещал ответить я ответил на это у меня все и так задержал вас и следующий ролик поговорим о вот всех этих ну по сути видите опять конечно у человека более если все зачитывать целиком более распростерты вопрос там и педофилия да и клептомания но я скажу наверно обо всем конечно ролик вот опять то есть ролик и назову там что-то такое гомосексуализм там однополые связи а скажу конечно многих вещах это будет хорошо тем более в принципе ответ человека вопрос человек в этом был заключен и не и ни в коем случае нельзя мешать педофилию и гомосексуализм клептоманию и там еще чего-то это абсолютно разные вещи абсолютно где-то близки или еще что-то нельзя так никогда все в одну кучу мешать это заведомо ложный путь ты сам или вы кто меня слушает вы сами заблудитесь конечно пойдете не той тропой и угодите не туда это не одно и то же ни в коем случае мешать это нельзя что такую болезнь это дает надо опять что ночь болезнью педофилия кто такой ты сможешь объективно доказать что существует такая болезнь ладно все это и затравочки на этом все кому было интересно лепим лайки всегда кому нравится мое видео мое слово кому она приносит пользу и назидание кто не подписан и впервые попал на это видео на мой канал подписывайтесь жмите на колокольчик будете получать уведомления о новых видео пишите комментарии ваши мысли размышления во всем услышанном ну и делитесь этими роликами на своих ресурсах площадках соцсетях мессенджерах ну или где хотите всех приглашаю на свой авторский сайт христалюк точка ру там много интересного пока пока до встречи в следующих видео